Друзья, поздравляю вас с новым 2022 годом! Не хочется пафосных слов и наставлений. Просто хочу поделиться с вами некоторыми лайфхаками, наблюдениями и советами, которые, надеюсь, позволят вам стать лучшей версией себя, а также, возможно, разделят вашу жизнь на до и после. И это именно то, чем я занимаюсь. Я вижу в каждом человеке неограненный алмаз. Раскрываю весь его потенциал для того, чтобы он смог выйти за пределы привычного и добиться всех своих невозможных целей. Три года назад я создала в Рунете онлайн-бизнес-инкубатор-маркетинатор, где мы обучаем экспертов, наставников, коучей, психологов, авторов методик и других помогающих практиков созданию онлайн-продукта и его продвижению на рынке, то есть маркетингу и продаже. И в один прекрасный день я поняла, что большинство людей не получается создать и запустить свой онлайн-проект не потому, что им не хватает знания маркетинга и продаж, а потому что их мышление просто-напросто не заточено на то, чтобы зарабатывать больше. И я поняла, что пока у человека не развит финансовый интеллект, пока в его голове сидят негативные установки убеждения, он не сможет создать ту жизнь, от которой захватывает дух. Именно поэтому я объединила свои знания медицины, которые я получила, пока училась в магистратуре в четырех европейских странах, со знаниями психологии, философии и коучинга, для того, чтобы самые ординарные люди смогли с моей помощью создать неординарную жизнь. Для того, чтобы как можно больше людей смогли создать ту жизнь, о которой они раньше даже и не мечтали. И я начала передавать все знания, накопленные в этих областях, ученикам моего бизнес-инкубатора. Но со временем желающих прокачаться в личностном плане стало так много, что мы создали школу трансформационного коучинга. И сейчас наши клиенты достигают тех результатов, в которые они сами зачастую до сих пор не верят. И они становятся легендарными людьми. Например, Фаина создала свой онлайн-курс и начала успешно проводить его запуски через воркшопы и интенсивы, несмотря на свой дефект речи, которого она стеснялась всю свою жизнь. Жанна создала консультационную воронку продаж, и у нее уже есть несколько клиентов, несмотря на то, что она учится всего лишь навсего на втором месяце нашей программы сертификации трансформационных коучей. Катерина, которая в течение всех своих 35 лет жизни почти не фотографировалась, потому что не могла принять себя, поверила с нашей помощью в то, что она цена сама по себе, просто по праву своего рождения. И она начала вести прямые эфиры в Инстаграм и создала свою коучинговую практику. Елена продала свою сеть ресторанов быстрого питания и открыла свой собственный продюсерский центр. Ольга переехала из Сибири в Турцию и создала свою школу удаленных профессий. В общем, подобных историй успеха очень много. Но давайте вернемся к теме нашего видео. Сегодня я поделюсь с вами лайфхаками о том, как живут наши ученики. И в принципе все те успешные люди, которые создали в своей жизни то, что недоступно для других людей. Лайфхак номер один. Цените время больше, чем деньги. Прямо сейчас делайте одно простое упражнение. Возьмите ручку и бумагу. И напишите такие слова, как время и деньги. А сейчас поставьте между этими двумя понятиями знак. Любой знак, математический или пунктуационный. И вы знаете, большинство людей ставят между этими словами знак равно. Но это неверный ответ. И если вы допустили точно такую же ошибку, прямо сейчас подумайте над ответом. И скажите мне, что дороже, время или деньги? Правда в том, что время намного дороже денег. Время – это невосвратный и невосполнимый ресурс. Вы не можете время остановить, накопить или вернуть. Вы не можете создать больше времени. Но вы можете создать больше денег. Потому что деньги, печатанные из танки вашего государства, печатают каждый день. И будут и дальше печатать. И сейчас я вам расскажу, почему. Я поделюсь с вами одной увлекательной историей о добавочной ценности. Чтобы вы поняли, как успешные люди создают свои капиталы буквально из воздуха. Только послушайте, насколько эта история прекрасна и абсурдна одновременно. Если каждый человек в этом мире продаст все, что он имеет и отдаст все свои долги, то в итоге в сумме соберется 241 триллион долларов. Это то, сколько все люди в мире стоят с финансовой точки зрения. И вот интересный факт. Во всем мире люди накопили золото всего лишь на 8 с лишним триллионов долларов. Но всего в нашем мире 241 триллион долларов. Как так? Откуда взялось еще 233 триллиона? Эти деньги были заплачены за добавочную стоимость. То есть за ту ценность, которую люди создали из своего мышления. То есть буквально из воздуха. И как только все страны перестали гарантировать деньги в обороте наличием золота в резервах, произошла одна очень интересная вещь. Чтобы вознаградить людей за ту добавочную стоимость, которую они создали, человечество решило напечатать 233 триллиона долларов. Только вдумайтесь в это. Было напечатано 233 триллиона долларов, чтобы вознаградить человечество за ту добавочную стоимость, которую оно создало. Друзья, это напоминает игру полное изобилие. Поэтому не бойтесь, что запросив высокую цену за свои продукты или услуги, вы кого-то оберете. Потому что включится станок, и эти деньги для вас напечатают. И поскольку время – это ограниченный ресурс, а деньги нет, инвестируйте сначала в свой мозг, а затем инвестируйте в свое время. Если кто-то заберет все мои деньги, все мои активы, то есть квартиры, машины, бизнес и тому подобное, то я все это верну назад. Потому что у меня все еще есть мой мозг, благодаря которому я все это создала. И у меня все еще есть время. Смотрите, как это работает. Вам нужно использовать свои деньги, как бы мало их у вас не было. И на эти деньги покупать время других людей, для того, чтобы освобождать свое время. Вам нужно делегировать определенную часть своей работы, для того, чтобы у вас в итоге было больше времени. Затем вы используете это освободившееся время для того, чтобы тренировать свой мозг. Чтобы этот мозг создавал ценность, за которую другие люди вам заплатят деньгами. И потом вы снова берете эти деньги и снова инвестируете их в то, чтобы у вас было больше времени. То есть покупаете время других людей. И в это снова освободившееся время вы тренируете свой мозг, чтобы он создавал еще больше ценности. И за эту ценность вам снова заплатят деньгами. И так до бесконечности. Вы все время должны будете повторять этот цикл, для того, чтобы зарабатывать все больше и больше. И становиться все успешнее и успешнее. Но смотрите, что делает большинство людей. Они мечтают о больших доходах, но при этом тратят все свое время на зарабатывание денег. Но это бессмысленно, потому что мы все ограничены во времени. У нас у всех всего лишь 24 часа в сутках. И когда у нас заканчивается тот промежуток времени, в который мы можем быть эффективными каждый день, мы не можем больше зарабатывать. Поэтому вам нужно увеличивать количество своего времени. Я имею в виду свободного времени. За счет того, что вы делегируете какую-то часть работы другим людям, а сами развиваетесь в своей зоне гения. И также за счет того, что вы просто-напросто избавляетесь от пожирателей времени. Ну а сейчас давайте перейдем к следующему совету, который позволит вам создать ту жизнь, о которой вы всегда мечтали. Лайфхак номер два. Не верьте тем, кто утверждает, что для успеха надо чем-то жертвовать. Да, люди с ограниченным мышлением обожают рассказывать сказки о том, что якобы для того, чтобы добиться успеха, нужно не есть, не спать, а пахать 24 часа в сутки. И еще эти люди утверждают, что для достижения вашей цели вам обязательно придется чем-то пожертвовать. Ну и пугают тем, что разбогатеть это якобы супер тяжело. Знаете, в чем тут проблема? В том, что наше коллективное бессознательное наполнено предубеждениями и предрассудками. А еще оно видит причинно-следственные связи там, где их вообще нет. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», — говорил Владимир Ильич Ленин. «Мы — среднеаритметическое из пяти людей, с которыми мы проводим больше всего времени», — утверждает Тони Робинс. И это правда. Мы, как люди, опыляемся друг от друга. Все, что есть в нашей голове, все наши принципы и способы интерпретации действительности попали нам в голову благодаря определенной группе людей. И зачастую мы приобретаем ограничивающие нас убеждения не по своей воле, а в результате влияния на нас других людей. И очень часто это происходит в те периоды нашей жизни, когда мы не отдаем себе в этом отчета. Ну, например, в детстве или в отрочестве. Мы постоянно слышим «Чем больше работаешь, тем лучше результат». Или «Если хочешь быть успешным, то на семье придется поставить крест». Но ведь эти вещи совершенно не связаны друг с другом. Попробуйте прямо сейчас сформулировать и объяснить мне, по какой такой причине мы должны забывать о своих супругах и детях, если мы хотим добиться карьерных высот. Или каким таким образом человек, который вкалывает по 16 часов в сутки, может стать успешнее, чем тот, который работает, например, 5 часов в день. Друзья, колхозная лошадь пахала больше всех, но бригадиром она так и не стала. Теперь вы понимаете, что огромное количество идей, которые вам внушало ваше окружение, на самом деле просто мифы. Есть еще одна великолепная пословица. Терпение и труд – все перетрут. И она отчасти правдива, а отчасти очень опасна. Потому что породило очень много людей, которые свято верят в то, что их вложенное во что-то время прямо пропорционально их успеху. Но ведь это огромное заблуждение. И я сейчас вам объясню почему. Например, если я, как собственник бизнеса, буду 24 часа писать тексты для воронок продаж, создавать крио для трагетинговой рекламы и проверять домашние задания своих учеников, то меня ждет не успех, а полное выгорание и крах моего бизнеса. А масштабное мышление позволяет мне работать меньше, делегируя рутинные дела и занимаясь стратегией. Только этот подход позволит мне расти и в бизнесе, и в личностном плане. Но сейчас давайте перейдем к лайфхаку успеха номер 3. Он звучит следующим образом. Прошлое не определяет ваше будущее. Мы наивно полагаем, что наше прошлое – это проекция нашего будущего. Вспомните такое. Хулиган в школе – значит пропащий человек будет по жизни. Но как же сильно мы ошибались? Не верите? Тогда как вы можете объяснить тот факт, что бывшие отличники работают на бывших троечников? Поймите, никакие из тех событий, которые произошли с вами в прошлом, не удерживают вас от того, чтобы создать потрясающее будущее. Были ли вы лоботрясом, отличницей с красным дипломом, изгоем из школьного общества, неумехой, жертвой насилия, нелюбимым ребенком, козлом отпущения или тюремным заключенным – все это не имеет никакого отношения к вашему настоящему. И, конечно же, это не имеет никакого значения для вашего будущего. Вы считаете, что ваша жизнь зависит от тех событий, которые произошли с вами в прошлом. Но это не так. Мы всегда интерпретируем реальность. Наши мысли о реальности – это и есть наша интерпретация. И если ваша интерпретация реальности совпадает с вашими принципами, то есть все идет так, как вам кажется правильным, то вы испытываете позитивные эмоции, например, вдохновение и радость. А если наоборот, то есть реальность не вписывается в вашу картину мира и в ваше представление о том, что хорошо, что плохо, то вы испытываете негативные эмоции, например, разочарование или грусть. Дальше из состояния этих эмоций вы начинаете действовать или бездействовать. Эти действия или бездействия приводят вас к определенному результату, который вы на самом деле заложили своими же мыслями. А что же такое настоящая реальность, а не то, что вы считаете реальностью? Потому что то, что вы считаете реальностью – это просто ваша картина мира. Настоящая реальность – это нечто, полностью свободное от ваших ожиданий, надежд, мыслей, убеждений и предположений. Это просто то, что есть, независимо от вас Ну, например, вот камень, он лежит у дороги Это реальная картина мира, что бы вы о нем ни думали А вот уже красив этот камень или нет, это ваша собственная интерпретация реальности И также вашей интерпретацией является то, может ли лежать этот камень у дороги или нет Если в вашей картине мира, камни, лежащие у дороги, это совершенно нормально То вы испытываете нейтральные эмоции Если вам кажется, что это классно, что тот или иной камень лежит у дороги то вы испытываете позитивные эмоции. А если вы считаете, что камням не место у дороги, по которой вы идете, то вы испытаете негативные эмоции. Получается, что мы постоянно интерпретируем реальность. То есть мы продаем реальности определенное значение, которое может быть позитивным, нейтральным или негативным. И таким образом мы также постоянно интерпретируем наше собственное прошлое. Прошлое давно прошло, его уже нет. Но тем не менее в нашей голове остались определенные воспоминания о нем. И только мы выбираем, что нам на самом деле помнить. хорошие события или плохие. И сейчас я поделюсь с вами секретом, как можно раз и навсегда избавиться от боли прошлых событий. Я нисколько не умоляю ценности ваших прошлых переживаний и с большой осторожностью поднимаю эту тему. Но все же это осознание способно настолько сильно трансформировать вашу жизнь, что я просто не могу им не поделиться. Представьте или вспомните о том событии, которое произошло в прошлом, но которое до сих пор не дает вам покоя. Вспомните о том событии, которое вы до сих пор не можете отпустить. И вы наверняка описываете его в своем сознании, используя целый набор слов. Таких, как, например, ужасно, больно, несправедливо, горько и тому подобное. И сейчас представьте себе, что в вашем арсенале не было бы слов, которые могли бы описать подобные события. Ну просто представьте себе, что вы ну совсем никак не можете описать другим людям и самому себе то, что с вами на самом деле случилось. Вы этого не можете сделать по той простой причине, что в вашем языке просто нет таких фраз, которые вы могли бы использовать, чтобы описать это событие. В таком случае вы не могли бы снова и снова возвращаться к этому моменту из прошлого, потому что невозможно вернуться к тому, что не имеет названия, к тому, что вы не можете описать словами. Конечно, в вашей памяти могут остаться образы, но без конкретного описания этих образов с помощью слов вы ничего от них не почувствуете. Почему мы в принципе чувствуем боль? Я думаю, что вы уже догадались. Потому что то или иное событие, которое произошло с нами, не вписывается в нашу картину мира. И если вы отпустите мысль о том, как это должно быть и как не должно быть, о том, как должны себя вести другие люди, как не должны они себя вести, то поверьте мне, вам станет намного проще переживать такие острые моменты в вашей жизни. Как же все-таки отпустить боль? Наверное, сейчас сидите и думаете вы. Смотрите, друзья, режиссер, который снимает новый фильм, не будет смотреть на те дубли, которые кто-то отснял до него. Точно так же и вам, как режиссеру своей собственной жизни, стоит строить свою жизнь с текущего момента. А значит, на все свои мысли нужно смотреть только из позиции сейчас. Постоянно воскрешая прошлое в своих мыслях, вы делаете его своим настоящим. А значит, не даете себе шанса выбраться из этой ловушки прошлого. Потому что вы создаете свое будущее из этого настоящего, которое наполнено вашими мыслями о вашем прошлом. И если это прошлое, по вашему мнению, было негативным, то вы из этого негативного состояния создаете свое будущее. Таким образом, вы как бы оживляете свое прошлое, делая его реальностью, хотя оно уже давно прошло. И постоянно думая об этом прошлом, вы делаете его настоящим и тащите его в свое будущее. Посмотрите на свою жизнь. Все, что вы имеете сейчас, все, что в вашей жизни происходит, было создано вашим мышлением. А именно, тем, во что вы верите. Как только вы меняете свои мысли, за мыслями меняются ваши эмоции. Когда вы действуете из этого нового эмоционального состояния, вы совершаете те действия, которые вы никогда не совершали. И получаете те результаты, которые вы никогда не имели. Поэтому все, что вы хотите в жизни, уже в ваших руках. Вы знаете, чтобы достичь невозможных целей, нужно думать из позиции будущего. Просто подумайте о том, как бы на вашем месте вел себя ваш будущий идеальный я. И поступайте точно так же. Ну а сейчас давайте перейдем к четвертому лайфхаку успеха. Он звучит следующим образом. Живите по своим правилам. Возможно, вы этого еще не понимаете. Но вы живете по определенным принципам, которые не являются на сто процентов вашими. По той простой причине, что они были созданы не вами. Их сформировало общество, в котором вы росли. Можно сказать, вы их впитали с молоком матери. И сейчас вы свято верите в то, что эти принципы – это и есть истина в последней инстанции. Эти принципы про то, что хорошо, а что плохо. Что правильно, а что неправильно. Что нравственно, а что безнравственно. Что приемлемо для вас, а что неприемлемо. Как можно с вами поступать, а как нельзя. На что вы способны, а на что не способны. Как должны себя вести другие люди, а как они не должны себя вести. Что позволительно, а что непозволительно. Каким является наш мир, а каким не является. И как я уже сказала, это и есть ваша картина, или как еще говорится, карта мира. То есть это ваше восприятие реальности. Смотрите, как только вы видите перед собой какой-то объект или оказываетесь в какой-то ситуации и сталкиваетесь с каким-то обстоятельством, ваш мозг сразу же начинает комментировать то, что вы видите. И если бы в вашей голове не было комментария о том, что вы видите, вы бы не были в состоянии этот объект описать, вы бы его воспринимали просто как фон. И наверняка вы не можете вспомнить те события, которые произошли в вашей жизни до того, как вам исполнилось, ну, примерно два года. Это потому, что до этого возраста ваша речь еще не была развита, и вы не могли описывать то, что вы видите, словами. Поэтому родители в детстве нас вводят за ручку и говорят, смотри, это дерево, оно зеленое, а вот это лютики, они желтые. Таким образом, они у нас создают понятийный аппарат. Получается, что описывая объекты, ситуации и обстоятельства словами, мы придаем им определенное значение, таким образом создавая свою собственную картину мира, в котором мы живем. Ну, а потом мы пользуемся этой созданной нами моделью мира для формирования нашего поведения. Именно наша репрезентация мира в значительной степени определяет, каким будет наш опыт в этом мире и какие возможности выбора будут для нас доступны. Итак, мы придаем всему, что мы видим, определенное значение. И если то значение, которое мы придали определенному событию, ну, например, поведению того или иного человека, совпадает с нашей картиной мира, то мы испытываем нейтральные эмоции. То есть мы не чувствуем никакой эмоции, через нас эта информация проходит нейтрально. Если реальность превзошла наши ожидания, то мы испытываем позитивные эмоции. А если реальность оказалась хуже наших ожиданий, то мы испытываем негативные эмоции. Ну, смотрите, вы решили пойти в шикарный ресторан со звездой Мечелин, в лучший ресторан в вашем городе. И вы ожидали, что там будет очень вкусная еда и классное обслуживание. А на деле все вышло несколько по-иному. Получается, что реальность была хуже ваших ожиданий, поэтому вы почувствовали себя несчастным. Скорее всего, почувствовали себя разочарованным или у вас остался такой неприятный осадок. На следующий день вы долго постояли в пробке, вы замерзли. И когда вы, наконец, выехали на трассу, вы увидели бензозаправку. И вы решили остановиться около этой бензозаправки, чтобы съесть хот-дог. И вы не ожидали ничего особенного от этой забегаловки, в которой продавали хот-доги. Но в результате вас накормили такой вкусной едой, и обслуживание было такое потрясающее, что реальность превзошла ваши ожидания. И поэтому вы испытали позитивные эмоции. Например, радость, восхищение и удовлетворение. Итак, существует объективная реальность. Это то, каким мир является на самом деле. И существует ваша реальность, то есть ваша интерпретация мира или картина мира. Как я уже сказала, ваш мозг постоянно описывает реальность. И если то, что вы видите, не вписывается в вашу картину мира и не соответствует вашим принципам, по которым вы живете, вы испытываете негативные эмоции. Но если то, что вы видите, вписывается в вашу картину мира и отвечает тем принципам, с которыми вы росли, то вы испытываете нейтральные или позитивные эмоции. Но есть одна небольшая штука, друзья. Те принципы, по которым вы росли, и ваша картина мира были созданы не вами, а теми людьми, которые вас воспитывали. Вы с самого детства были окружены большим количеством людей, которые на вас повлияли. Это то самое коллективное и бессознательное, о котором я вам сегодня уже рассказала. Получается, что раз эти принципы, по которым вы живете, были созданы людьми, они просто физически не могут совпадать с реальностью. По той простой причине, что реальность, то есть наш мир, появился задолго до того, как мы в него пришли. И что же происходит? А то, что окружающий мир, то есть реальность, постоянно противоречит вашим принципам, которые вы так долго холили-ли-ли-ли. И каждый раз, когда это происходит, вы испытываете такие негативные эмоции, как стыд, вина, тревога, замешательство, злость, обида и другие. И интересно то, что самые успешные люди этого мира осознанно или неосознанно понимали, что те принципы, по которым живет их общество, на самом деле не стоит возводить в железный канон. Именно поэтому они видят мир изобильным и нескудным. И не верят, что тому, на что они способны, есть предел. Эти люди рвут общепринятые шаблоны и живут по своим правилам. Но таких людей, конечно же, единицы. И позже я вам расскажу, как стать одним из них. И, наверное, сейчас кто-то из вас сидит и думает, но таких людей единица. А что же остается делать всем нам, простым смертным? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вам расскажу, как стать одним из таких людей. Но сначала я хочу, чтобы вы увидели одну очевидную вещь. Получается, что ваши сегодняшние результаты напрямую зависят от того, насколько хорошо вы научились приспосабливаться к стандартам общества. И насколько хорошо вы также научились использовать навязанные вам принципы. Получается, что то, что вы можете создать в своей жизни, ограничено вашим умением использовать эти самые принципы, которые даже не являются вашими. И вроде бы такая конформистская позиция не так уж плоха. Но самое обидное это то, что со временем ваш мозг начинает желать только того, что эти общепринятые принципы позволяют вам иметь. И вы уже не разрешаете себе думать о том, чего вы на самом деле хотите в этой жизни. И вы начинаете считать, что вы рождены для того, чтобы довольствоваться тем, что есть у самых обычных людей в их обычных жизнях. Но правда заключается в том, что независимо от вашего возраста, образования, социального статуса, семейного положения и размера банковского счета, внутренне вы понимаете, что вы достойны большего и способны на гораздо большее. Вас не устраивает эта жизнь, где ваш потенциал остается нереализованным. Так как же взять и повернуть свою жизнь на 180 градусов? И мы об этом обязательно поговорим. Но сначала я хочу вам рассказать о том, что же значит быть человеком, то есть Homo sapiens. Смотрите, мы стали людьми только благодаря такой части нашего мозга, как неокортекс. Эта часть нашего мозга отвечает за высшие когнитивные функции, такие как письмо, речь, память и постановка целей. И также при помощи неокортекса мы думаем, то есть создаем в своей голове мысли в виде предложений. И видим то, что мы думаем, то есть осознаем смысл этих предложений. И если бы у нас не было неокортекса, мы бы действовали точно так же, как действуют все остальные животные, то есть на основании своих эмоций. На основании того, как мы себя чувствуем. Позитивные эмоции нам бы сигнализировали о том, что нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, и двигаться вперед. А негативные эмоции нам бы указывали на то, что нам нужно остановиться или вовсе прекратить делать то, что мы делаем. Но неокортекс позволяет нам анализировать жизнь. Именно поэтому мы, как люди, понимаем, что негативные эмоции не всегда означают то, что нам нужно остановиться или перестать делать то, что мы делаем. Ведь, например, испытывать такие негативные эмоции, как страх и дискомфорт, на пути к большой цели, это совершенно нормально. И мы, люди, также понимаем, что не всегда нужно идти на поводу у своих позитивных эмоций, Особенно если они вызваны такими искусственными субстанциями, как, например, алкоголь и наркотики Помимо этого, люди способны видеть несколько вариантов решения одной проблемы И чем больше таких вариантов мы видим, тем более успешными мы становимся в жизни И это подводит нас к пятому лайфхаку, который звучит следующим образом Секретный ингредиент успеха Понимаете, более успешные люди вовсе не означают более умные люди Успешные люди добились успеха всего лишь навсего потому, что у них было больше вариантов достижения успеха Потому что они имеют более богатую репрезентацию или модель ситуации, в которой они находятся То есть они имеют модель, которая позволяет им видеть более широкий диапазон возможностей в выборе своих действий Итак, у тех людей, которые добились успеха, просто больше вариантов достижения цели Но почему же у них в голове есть способы получить все то невозможное, что для нас является недоступным? Почему только мизерный процент людей позволяет себе жить жизнью мечты, а все остальное человечество боится даже думать об этом? Смотрите, одна из функций мозга и, в принципе, нашей нервной системы состоит в том, чтобы защищать нас от огромного количества ненужного и даже болезненного знания Проще говоря, наш мозг защищает нас от информационного шума И делает все возможное для того, чтобы у нас в голове оставалась только та выборка, которая нам действительно в итоге будет полезной Согласно этой теории, каждый из нас является потенциально всемирным разумом Но поскольку мы, по сути, свои животные, то наша главная задача – это выжить То есть наш примитивный мозг старается всеми силами обеспечить нам, человеческому роду, выживание И чтобы наше выживание было возможным, этот мировой разум приходится пропускать через редукционный клапан мозга и нервной системы На выходе же имеет место жалкая струйка своего рода сознания, которая помогает нам выжить на поверхности этой планеты Поэтому многие люди обращаются к коучам, они приходят за помощью, когда чувствуют скованность и отсутствие выбора и свободы действий Но дело не в том, что окружающий мир слишком ограничен и что выбор действительно отсутствует Просто некоторые люди не способны увидеть возможности, которые открыты для них Потому что эти возможности не представлены в их картинах мира Получается, что ответ на вопрос, почему одни люди видят варианты достижения цели, а другие нет, прост Все дело в ваших принципах или, как я уже сказала, в вашей картине мира Успешные люди верят в то, что мир богат и изобилен, а также в то, что они могут достичь всех своих невозможных целей А также они знают то, что успех невозможен без качественного окружения А сейчас внимание! Окружение вам нужно не для того, чтобы оно вас поддерживало Это не его работа, оно вам нужно для того, чтобы загрузить в вашу голову картину мира тех людей, которые успешнее вас Если бы вы мыслили так, как мыслил Стив Джобс, у вас было бы то, что было у него И вы смогли бы создать то, что создал он Если бы я могла думать так, как думает Билл Гейтс, у меня было бы то, что есть у него Но, к сожалению, я пока не могу думать так, как думает Билл Гейтс И поэтому у меня есть то, что есть И кому-то может показаться, что я имею немало, но это не повод для того, чтобы останавливаться на достигнутом Поэтому я создала свою школу трансформационного коучинга И окружаю себя теми людьми, которые двигают мышление современности вперед И несмотря на то, что в своей школе коучинга я выступаю в роли наставника, а не члена мастер-майнда Я строю сообщество равных Группу людей из будущего И вам я тоже советую найти группу тех людей, чье мышление будет намного шире вашего И загрузить их программное обеспечение, то есть их картину мира, в вашу голову И мы ищем этих людей всеми возможными путями Стараемся узнать их лично или хотя бы читать то, что они транслируют в мир Тем самым мы стараемся загрузить в свое мышление их картину мира, чтобы стать такими же успешными Таким образом мы генерируем новые эмоции, которые приводят нас к новым действиям А те, в свою очередь, создают невероятные результаты в нашей жизни Ну вот и все лайфхаки, друзья Надеюсь, что они послужат для вас прекрасным подспорьем в достижении успеха в новом 2022 году И если вы правда хотите реализовать свой жизненный потенциал на полную катушку То мы ждем вас в нашей школе трансформационного коучинга Мы помогаем вам как освоить новую профессию, профессию трансформационного коуча Так и создать жизнь на грани чуда Ту жизнь, о которой вы всегда мечтали Поэтому, если вы готовы начать жизнь с чистого листа Не медлите и подавайте заявку на нашу программу Форсаж Спасибо за внимание, с вами была Дарья Шанс Пока Субтитры создавал DimaTorzok